Добрый день! Я рад приветствовать вас на канале журнала Автодела. Меня зовут Роман Клопотов. И тема нашего сегодняшнего видео это защита лакокрасочного покрытия от вредного воздействия дорожной химии. Те, кто живут в мегаполисах, сталкиваются с этим каждую зиму. Дороги поливают всякими реагентами, они вредно воздействуют на автомобиль, все, что не защищено, начинает ржаветь. С днищем поступают очень просто. Его обрабатывать антикоррозийными составами, которые покрывают все, что может испортиться. Лакокрасочное покрытие антикоррозийными составами не покроешь. На самом деле оно само является, ЛКП само является защитным составом, который защищает металл от воздействия химии. Но слой краски не вечен. Он не может обеспечить идеальной защиты и он сам подвергается вредному воздействию дорожной химии. Я сейчас расскажу способ, как можно защитить ЛКП автомобиля от воздействия реагентов быстро и эффективно. И при этом ваше лакокрасочное покрытие будет выглядеть только лучше, не будет никаких разводов антикора, которые мы, например, можем видеть, когда автомобили начинают мазать мавилем. Они становятся страшные, некрасивые, но мы таким путем не пойдем. А что мы будем делать? Мы будем использовать для этого полироль. Как так использовать полироль, спросит вдумчивый зритель. Ведь полироль истоншает лакокрасочное покрытие. Несколько раз покрыли, покрытие становится тоньше и может вытереться. Это не совсем так. Существуют разные типы полиролей. Полироли абразивные, в которых присутствует очень тонкий абразив и которые как раз обладают таким свойством, что истоншает лакокрасочное покрытие. Другой класс полиролей, очень большой, который сейчас эффективнее всего используется, это класс, который создает на лакокрасочном покрытии тонкую полимерную пленку. И который выравнивает его поверхность как раз за счет этой тоненькой пленки, убираются в микронированности, поверхность становится блестящей, красивой. И вот такие составы обладают еще одним эффективным свойством. Они защищают лакокрасочное покрытие за счет этого тонкого слоя полимера от вредных воздействий автохимии. Обладают водоотталкивающими свойствами, с них потом легко смывается грязь, то есть положительно влияют на наш автомобиль. Но вдумчивый зритель еще раз спросит, как так полировать. Полировать зимой, осенью автомобиль это очень тяжело и долго. Для этого нужен бокс, специальные составы, шлифмашинки, положительные температуры и так далее. Это, конечно, все верно. И автомобиль, если вы хотите его полностью обработать, сделать достаточно прочное полимерное покрытие, нужны специальные составы, специальные подходы, способы нанесения, шлифовальные машинки. Но мы будем использовать более простой в применении состав, который не требует сложной обработки и сложных способов нанесения. Это быстрый полироль российской компании Русеф. Он упакован в такой вот удобный 250-миллилитровый флакончик. Сверху у него находится триггер для того, чтобы удобно было распылять. А также блокиратор курка, чтобы средство не пролилось внутри автомобиля. Что нужно делать для того, чтобы его использовать? Первое. Заезжаем на мойку, моем автомобиль. Выезжаем с мойки. Можно убирать влагу с автомобиля, а можно и не убирать. Вторым шагом мы берем баллончик, сильно встряхиваем его. Переключаем фиксатор для того, чтобы состав можно было распылить. Далее. Распыляем средство на наше покрытие. После этого нам нужно средство располировать. Для этого берем тряпку и круговыми движениями его наносим на лакокрасочное покрытие. Главное равномерно нанести состав на вашей кузовной детали. После того, как обработали, например, одну дверь, идем дальше по кругу, обрабатываем другие детали автомобиля. Если вы хотите добиться наибольшего эффекта, то после того, как вы прошли по всем деталям автомобиля, можно вернуться к той детали, с которой начали, и еще раз ее заполировать. Для того, чтобы полимеризовавшийся состав еще раз растереть и придать им больше блеска. Если нет времени или желания, то можно ограничиться одним проходом. После этого на вашем лакокрасочном покрытии появилась защитная пленка. Эта защитная пленка имеет водоотталкивающий эффект, а также не позволяет, защищает лакокрасочное покрытие от реагентов. Спасибо за внимание. Это был журнал Автодела. Подписывайся на наш канал, у него больше много подробной интересной информации. Ставьте лайки. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.